Дорога от станции Пришла через Игнатьева, поворачивала в сторону следуя изгиба вороны в километре от хутора, где мы жили тогда, до войны каждое лето. И через глухой дубовый лес уходила дальше, на Томшино. Обычно мы узнавали своих только тогда, когда они появлялись из-за широкого куста, возвышающегося посреди поля. Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец. Если нет, то это не отец, и это значит, что он не приедет уже никогда. Простите, девушка, я на Томшино правильно иду? Вам не надо было от куста сворачивать. А это что? Что? Ну, что вы здесь сидите? Я здесь живу. Где, на заборе живете? А я не понимаю, что вас интересует, дорога на Томшино или где я живу? А, здесь дом. Представляете, взял с собой все инструменты, а ключ позабыл. У вас, случайно, не найдется гвоздика или отвертки? Нет. Нет, нет у меня гвоздика. А что вы так нервничаете? Дайте руку. Дайте, я же врач. Ну? Вы мне мешаете, я не могу сосчитать. Ну что, мне мужа позвать, что ли? Да нет у вас никакого мужа. Кольца-то нет. Где кольцо обручальное? Хотя сейчас редко кто носит. Старики разве? А папиросу вас можно попросить? А почему вы такая грустная? А? Я не понимаю, почему вы так радуетесь? Да знаете, приятно упасть с интересной женщиной. А знаете, вот я упал, и такие тут какие-то вещи, корни, кусты. А вы никогда не думали, вам никогда не казалось, что растения чувствуют, сознают? Может, даже постигают. Деревья, орешник вот этот. Это ольха. Да это не важно. Никуда не бегают. Это мы все бегаем, суетимся. Все пошлости говорим. Это все от того, что мы природе, что в нас не верим. Все какая-то недоверчивость, торопливость, что ли. Отсутствие времени, чтобы подумать. Послушайте, у вас что-то... А, ну-ну-ну, я это уже слышал. Мне это не грозит, я же врач. А как же палата номер шесть? Так это же он все выдумал, сочинил. А знаете что, приходите к нам в Тамшино. Послушайте. У нас там даже весело бывает. У вас кровь. Где? За ухом. С другой стороны. А-а-а. Ай-а-а. Ай-а. Ух. 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 Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье, одни на целом свете. Ты была смелей и легше птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены и в темноте светилась и медленно клонилась нагота. И просыпаясь, будь благословенна, я говорил и знал, что дерзновенно, мое благословенье, ты спала. И тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола. И синевою тронутые веки спокойны были, и рука тепла. А в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брежели моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже, правой ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась. И слово «ты» раскрыла свой новый смысл и означало «Царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда, пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова